Всем привет! С вами Ксерша. Добро пожаловать на мой канал. Если вы не подписаны, не забудьте подписаться. Ну а если вы здесь уже не в первый раз, то давайте в комментариях оставим либо солнышки, либо звездочки. У меня какое-то такое сегодня настроение. И это мне поможет понять, что злые коварные алгоритмы не спрятали от вас это видео. Сегодня я буду делать обзор на палетку от Tami Tanuk, которая называется Золотогривый царственный грифон. Грифон покорил мое сердечко, сейчас он у меня на глазах. И как всегда с палетками Tami Tanuk мы будем действовать в одном и том же порядке. Я вам расскажу про эту палетку, расскажу как сделала этот макияж. Кстати, про этот макияж. Я сделала этот макияж уже достаточно много часов назад. Обновила макияж лица, полностью сняла, снова нанесла, но на глазах все держится просто шикарно. Также я вам покажу свотчи у себя на руках, расскажу про каждый оттенок. И в конце видео будут все виды свотчей данной палетки. Ну что ж, Золотогривый царственный грифон относится к линейке яйца. Я уже рассказывала, яйца показываются определенного цвета, из них вылупляется какое-то создание и открываются вместе с ним оттенки, соответственно, со стадии его развития. Грифон меня сразу заинтриговал, он выглядел восхитительно, когда уже собрался. И у меня размер 20 мм фрифила. Это большая палетка нынче и стоит она 2800. Также есть формат микротестеров, который стоит 1600 рублей. В палетке два матовых оттенка по центру и остальные шиммерные оттенки. Среди них есть один призматик, экстра сырье. Он невероятной красоты, он от зеленого, голубого к розовому. В общем, невероятно красивый сложный оттенок, который можно раскрыть совершенно по-разному. Сегодня я сделала очень простой базовый макияж. И за счет того, что тени очень пигментированы, я делала несколько шагов для того, чтобы наслаивать один оттенок. В общем, я взяла вот этот вот центральный коричневый матовый оттенок. Сначала нанесла большой пушистой кистью для того, чтобы простроить форму. Очень легко, очень полупрозрачно. Дальше взяла кисточку чуть поменьше, поплотнее, но тоже пушистую, с длинным ворсом. И углубила цвет. После золотистую птицу львицу я нанесла на все подвижное веко и растушевала большой пушистой кистью. Вот этот оттеночек, который называется горькая роза, я нанесла на все нижнее веко. И после шикарным винным матовым оттенком я прорисовала стрелочку. Макияж простой, легко делается и насыщенность пигмента позволила мне сделать стрелку без использования всяческих подложек. Теперь давайте, как всегда, пройдемся по оттенкам, сравним мое описание с описанием бренда. Опять же, я обычно угадываю, мы сходимся во мнении. Итак, первый оттенок, а, кстати, забыла сказать, что здесь все оттенки новые, они не повторяются. В 144-й профиль оттенка полуночница, в 145-й профиль оттенка покоряющиеся страсти, в 146-й профиль оттенка горькая роза. Вот так вот выглядят они у меня на пальчиках, шиммеры просто шикарные. Ну вот роза, ну роза вообще восхитительная. Давайте нанесу ее, давайте сюда нанесем. Итак, 144-й, такой холодный винный оттенок, у него не слишком яркий блик. Дальше у нас бордовый матовый, достаточно темный, 145-й и 146-й, моя любимая горькая роза, о боже мой. Здесь розовая база и отлив от зеленого к синему. Теперь смотрю, что бренд рассказывает. Вельветовый бордовый оттенок полуночница, покоряющие страсти матовый тон винная гамма, горькая роза, так, бензиновые переливы на сочно-брусничной базе. Угадала! Дальше 147-й, птица-львица, практикантка кашковедения, такое название прикольное, и последний оттенок хвастунья. На пальчиках они выглядят вот так, просто шикарная гамма. Кстати, как любят делать аметанука, верхний ряд можно использовать как отдельную гамму, нижний ряд как отдельную гамму, оно все вместе сочетается. Так что продуманность палитры мне, как всегда, нравится. Птица-львица. Это у нас рыжий-золотистый оттенок. Очень красивый, у него яркий достаточно блик. Посмотрите, просто вау! Практикантка кашковедения, хороший, насыщенный, матовый, коричневый, и его можно носить как тонким полупрозрачным слоем, так и очень-очень плотным. И последний, хвастунья, это неоновый зеленый оттенок с очень симпатичным желтоватым бликом. Теперь опять смотрю, что бренд говорил. Значит, птица-львица, мягкий торжественный золотистый тон, светлый шифт и более темная база. Окей. Практикантка кашковедения, желто-коричневый, матовый оттенок. И хвастунья, салатовый, рыжеватый, акварельный, полупрозрачный оттенок. И к грифону я специально достаю дурную потрепанную лисичку, на которой я тоже недавно делала обзор. Посмотрите, в целом, особенно из-за зеленого, кажется, что гаммы похожие, но насколько теплее лисичка. Давайте все в одну руку возьму. Вот, вот так вот их возьму. Прям видно, да, что лисичка светлее, теплее, и даже зеленый, который может быть на картинках казался бы похожим, он совершенно разный. Здесь, кстати, более желтый, а здесь неоново-голубой зеленый оттенок. Они обе шикарные, они, кстати, могут вместе работать. Давайте, ну, вот так вот чисто для сравнения несколько оттенков наберу. Конечно же, наш зеленый. Здесь у меня оттенок из лисички, здесь из грифона. Разница колоссальная. Вот здесь у нас один золотистый оттенок. И вот здесь тоже совершенно разные оттенки. Давайте вот здесь нанесу их. Хоп. Хоп. Совершенно разные цвета. Хоп. И хоп. И бордовые я буду сравнивать с палеткой Windrose. Сейчас наберу вне камеры и покажу вам свочи сравнения. Здесь оттенок из грифона, здесь оттенок из Windrose. И даже вот так вот на пальцах видно, что в грифоне более красный оттенок. Здесь он более коричневый как будто бы. И давайте посвочим. Тоже даст. Два совершенно разных оттенка. Оттенки не повторяются, не похожи на другие палетки, что в целом я хотела вам показать. Она уникальна и она очень-очень хороша именно вот на какое-то холодное время года, потому что тут вроде какие-то красные оттенки, но они тоже с холодинкой. Я в восторге. Эта палетка будет хорошо смотреться с любым оттенком глаз, с любым цветом кожи. От супербелой, знаете, если на супербелой коже использовать верхний ряд, это будет что-то такое прям немножко вампирское, какое-то там белоснежка. Потому что оттенки очень-очень глубокие, очень богатые. На темных тонах кожи тоже шикарно будет все проявляться, потому что пигмент здесь максимальный. Просто шикарная, насыщенная палетка. Я делала уже 4, наверное, макияжа с этой палитрой. У меня ни разу не было того, чтобы я не воспользовалась горькой розой. Настолько она мне нравится. У меня к ней все время тянется рука. Это шикарный, восхитительный, очень глубокий, интересный пигмент. И вот этот вот оттенок полупрозрачно можно нанести. Можно нанести плотно, сделать с ним монохроматический макияж. Сделать вот с этим просто бомбу будет. Матовый оттенок для стрелок. Вообще на изи рисуется. Не надо мочить кисть. Просто сухим способом. Вот этот оттенок шикарно смотрится во внутреннем уголке, на нижнем веке. И, конечно же, птицельвицей ее тоже можно соло наносить. Она всегда-всегда красиво смотрится. Я ее обожаю. И обожала в свое время в рассыпчатом пигменте. И, как всегда, Тами Танука успешно справилась с новой палеткой. С шикарным запуском. Он мне до безумия нравится. Я буду играться с ней еще и еще. Я буду ее сочетать определенно с лисичкой. С кораблем можно сочетать. И, я думаю, розу можно еще сочетать со змейкой. Что вы думаете? Надеюсь, вам понравился этот обзор. Если да, не забудьте поставить лайки. Большое спасибо за внимание и до скорой встречи! Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok